Ой, молодец, сам раздевает. Паша смело поднимается по ступенькам. Оказывается, бассейн был подарен спонсорами еще 10 лет назад, но стоял на улице и практически не использовался. Теперь у детишек, а в доме ребенка их сейчас 39, появилась возможность два раза в неделю учиться плавать. 5-7 минут. Этого достаточно для эмоционального подъема детей, для расслабления и укрепления мышц. Детям, как видите, очень нравится. В бассейне установлен климат-контроль, температура воды 30 градусов, и она постоянно фильтруется. Планируется, что лечебным плаванием с детьми будут заниматься круглый год. Наши дети получат массу не только положительных эмоций, но и, конечно, именно лечебных процедур, лечебного плавания, который поможет нашим детям с синдромом ДЦП, с синдромом Дауна, да и просто нашим деткам, которые имеют различные отклонения в центральной нервной системе, восстанавливаться настолько, чтобы уйти в семью. Помогли оборудовать спортзал и бассейн сотрудники Следственного комитета, который входит в опечительский совет дома ребенка. Вообще добровольных помощников здесь всегда много, но самое главное, когда воспитанников забирают в семью. За полгода 19 малышей обрели маму и папу. За сочинскими ребятами приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и даже из Абхазии. Елена Всец, на Борис Осин, телекомпания ФКТ.